На библейский портал Экзегет поступил вопрос, можно ли дружески болтать с ангелом-хранителем и считать его своим другом. Слышал мнение, что это небезопасно, так как могут начать отвечать демоны. Ещё есть и такое утверждение, что глупо разговаривать с ангелом, так как они не находятся в нашей шкуре и не могут понимать наши проблемы. Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что болтать вообще не следует. Разговор всегда должен происходить в нашей жизни с пользой для человека, для других людей. А болтать – это грех. Это так вот, знаете, на лавочке частенько бывает, что люди сидят, болтают и занимаются пересудами, а точнее даже осуждением. Что теперь касается непосредственно ангела-хранителя, разговора с ним? Ну, вот давайте вспомним, что у нас об этом говорит Священное Писание. В нём достаточно очень много примеров, когда человеку являлся ангел. Если мы возьмём Евангелие, то мы знаем, что ангел являлся Пресвятой Деве Богородицы Марии, Иосифу её, мужу. Так вот, может ли ангел-хранитель явиться человеку и завести с ним разговор? Ну, сразу давайте вспомним, что ангел – это вестник Божий, это служебный дух, который выполняет волю Божию. И если уж он нам что-то говорит или внушает, будем так говорить, то это какая-то весть от Бога, она обязательно имеет смысл, и это, я бы сказал, крайне редкое явление. Оно, как правило, может быть в случае, когда надо спасать человека. Помните, опять-таки, если берём Евангелие, Иосифа, он ведь хотел выгнать свою жену, Деву Марию, но ангел ему явился и сказал, что этого делать нельзя. Я объяснил почему. Это была необходимая весть от Бога Иосифу, так же, как и Деве Марии, что она родит сына, спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому, знаете, явиться-то нам ангел может, только будет ли это хранитель? Как правило, это бывает падший ангел. И опять-таки, в нашей святоотеческой истории мы знаем много таких описанных случаев. Приведу один из них. Когда ангел-хранитель явился в келью к одному подвижнику, который усиленно молился и достиг таких высот в молитве, что Божья благодать, Святой Дух пребывал в нём. И вот в один момент и явился ему ангел, святоносный ангел. От него свет исходил. Ну, и дальше стал разговаривать с подвижником и говорить ему, что ты молодец, прекрасно молишься и так далее. Давай вместе молиться. Вот они начали вместе молиться. Святой поверил, что это ангел-хранитель. А потом этот ангел сказал, да ты вообще можешь теперь отдыхать, не молись, я буду за тебя. Но в результате человек отпал от Бога и глубоко упал в грехе. Это оказался не ангел-хранитель, а демон, принявший образ святоносного ангела. Кстати, надо помнить, что дельница, которая теперь дьявол, это был святоносный ангел. Вот, теперь здесь хотел бы сказать, что надо быть очень осторожным. И вообще-то никакие явления, которые, казалось бы, носят божественный характер, нельзя на веру принимать. Нельзя им доверять, этому учат все святые отцы. Но о таких явлениях надо рассказывать. Самому, упаси Господи, их трактовать. И вот этот вопрос, ведь человек говорит о том, что он уже сразу понимает, как он думает, что это божественные сны от Бога. А ведь на самом деле не так. Он пишет, что ему явился и Серафим Саровский, и Паисий Святогорец, и перечисляет много. Даже апостол Петр ему явился, но ничего не говорил, просто и стоял молча. Ну, возникает вопрос, а зачем тогда он явился, если он просто стоял? А вот, чтобы привлечь внимание, чтобы человек начал думать и поверил, что это апостол Петр, это обманка. И святые нам не являются вот так вот раз и все вдруг. И ангелы-хранители тоже. Для этого должны быть очень серьезные основания, которые носят, и весть, которую они перенесут, носят исключительно спасительный характер для человека. Что касается слов в этом вопросе, что ангелы не понимают наших проблем, ну, это глубокое заблуждение. Во-первых, ангелы, как и ангел-хранитель, так и демон, находятся рядом с нами от нашего дня рождения. Демоны равны, конечно, и ангелы. Ангелы больше знают, потому что они от Бога знания имеют. Но демоны знают о нас очень много. Кстати, этим просто объясняется, почему там, скажем, ясновидящее так называемое может вам рассказать про вас, чем вы болеете, с кем вы когда встречались, с какими грехами грешили. Вообще про вас расскажет все, что вы даже забыли. Потому что все пишется в книгу жизни, ничто никуда не исчезает, и демоны прекрасно все знают. Между собой они запросто обмениваются информацией, причем мгновенно. Демон никогда вам не явится в своем образе демоническом. Он всегда примет либо вид святого, либо вид ангела Божьего. Более того, он может принять облик Иисуса Христа. Но это все будет обман. Я и такие истории знаю из тех людей, которые ко мне обращались за помощью. Спасибо. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.